наше продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели у нас в америке принято подводить некие промежуточные итоги первых ста дней правления той или иной администрации ну и вот первые так сказать первое выступление зиц председателя на публике и первые 100 дней правления как бы совпали вот об этом если можно каковы итоги каково впечатление от первых 100 дней какова оценка деятельности новой администрации и может быть какие ожидания совершенно верно у нас сегодня выпуск будет весь с цифрой 100 так или иначе связан первая часть скорее к сожалению будет более такая негативная вторая надеюсь повеселее хотя тоже там свои моменты и начинаем да мы к сожалению с не самого приятного именно со ста дней ста дней 46 президента байдена хотя до сих пор как-то это выговаривать мне несколько странно и не думаю что что нибудь изменится ближайшие годы благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и я конечно прекрасно понимаю что вы все уже много слышали по поводу и обращения байдена и по поводу его этих самых итогов поэтому наверно в чем-то я повторюсь но тем не менее некоторые итоги все-таки надо подвести и посмотреть что у нас есть наверное даже более важное чем состояние самого байдена тут все понятно и его действия пожалуй важнее подводить итоги даже не его работе а тому какая выстраивается система противостояния байдену и хотя к сожалению здесь тоже пока не так много поводов для радости но ладно по порядку в общем и целом главный итог этих ста дней это красивое английское выражение i told you so но я понимаю что не один вам это говорил все более-менее адекватные комментаторы которым я себя не скромно причислю обещали абсолютно то все то что происходит весь прошлый год ну да добавлю что я тоже самое обещал и кризис с эмиграции и посягательство на вторую поправку и безусловный кризис в политике внешней и попытки демократов и далее разваливать американскую систему на примере хотя бы верховного суда и правила работы конгресса тот самый филибастер который мы все уже не раз обсуждали все это мы собственно говоря и получили и кризис на границе и попытки все новое и новое отобрать у людей оружие под красивыми естественно лозунгами и атака на экономику и на американские на американскую энергодобывающую индустрию с потенциальным ее закабалением не только индустрии но и вообще американской политики и попаданием в зависимость от нефти олигархов и газовых в россии на ближнем востоке и так далее обострение сразу обстановки в на границе россии украины обнаглевшие китай в районе тайване все абсолютно как и было обещано и не примену еще от себя добавить такой короткий момент что грани между путинизмом который якобы либералы так любит проклинать и современным либерализмом левом она я всегда вам говорил и буду продолжать все это принципе одно и то же и гранит продолжает стираться посмотреть что происходит у нас вам сложнее издали но я могу вам легко сказать это обожествление нужного политика демонизация всех кто с ним не согласен полностью подчиненная пресса и плюс стремление ликвидировать даже какое-то подобие сдержек и противовесов но с ним у нас всегда был не очень хорошо но теперь подавно и если мы посмотрим на действия демократов обожествление лидера демонизация и проклятие в адрес всех несогласных пресса мы пока еще не вся но к сожалению мейнстримные полностью подчиненная и стремление избавиться от завещанной от сами основателями вот этой самой системы сдержек и противовесов через вот отмену и филибастера и забивание верховного суда нужными людьми но в общем странная ситуация если советские вожди говорили что мы догоним и перегоним америку то вожди современного либерализма западного да не только американского западного вообще они теперь озабочены тем чтобы догнать перегнать как советский союз так и нео советский союз в лице путина и всей честной компании и все это реализуется под аплодисменты товарищей что тоже мы видим и речь байдена в принципе была в духе том что дальше будет еще хуже то есть нет конечно же на словах это было что дальше будет еще лучше но то что байден обещает все вот эти прискорбные моменты развиваться и дальше и заодно кстати сотрудничество с кремлем так или иначе было обозначено напомню это все в его выступлении присутствовал и но еще и конгресс призвала не отставать от прогресса и делать все чтобы вот это вот заветом антиамериканская система которую левые либералы пытаются насадить в америке как раз чтобы она реализовывалась и дальше но и самое пожалуй прискорбно это то что байден он здесь лишь рупор это понятно но прискорбно даже не его слова то что это не вызвало должного отторжения в стране ну может и вызвало но я к сожалению все таки не так хорошо увидел как мне бы хотелось а именно то что теперь речь пошла о том что для америки главное это правительство никогда такого не было нет это ничего не случай черномородина никогда такого не было и вдруг опять такого не было действительно в америке всегда смысл системы был в том что правительству должны быть четко ограничены полномочия не больше не меньше папы да пошло это с вильсона рузвельта и так далее но те товарищи наградили много бед и джонсон с обамой в придачу но теперь так или иначе это все же вызывало некоторую негативную реакцию и после вильсона было вот то возвращение к нормальности реальное возвращение к нормальности рузвель так или иначе вызвал к жизни консервативное движение и некую оппозицию среди демократов создал прежде всего своими попытками кстати верховный суд забить нужными людьми джонсон открыл дорогу во многом консервативным политикам а вот теперь я не знаю что и как так как мне хочется надеяться что вот это вот беззастенчивая подмена понятий а именно что в америке правительство важнее всего а никак не права и свободы как мы знали с вами по истории что это вызовет тоже какую-то реакцию но у меня большие сомнения потому что если мы с вами посмотрим на ответные выступления тима скотта правило хорошего тона подразумевает что мы должны за скотта я должен за скотта заступаться потому что все вы знаете какая травля развернулась против него все из-за того что он осмелился сказать что америка не российская страна и все эти толстомордые белые либералы сразу стали говорить что чернокожий тим скотт на самом деле ничего не понимает в расизме в черных и так далее и здесь да это него надо заступиться что я собственно и делаю но если быть откровенным то речь тима скотта она отдавала капитуляции потому что да он говорил правильные вещи про что америка действительно страна замечательная я ему за это аплодирую что все эти экономическая политика байдена и демократов приведет только кризису но заметьте два момента которые собственно говоря и самые уязвимые по которым байдена надо бить это оружие и кризис на границе скотт про них практически ничего не сказал по вообще ничего не сказал то есть общие слова и получается реального про реального противодействия республиканский ответ не дал а если еще учесть что сейчас ходят слухи о том что готовится довольно большая сделка внутри конгресса и что республиканцы судя по всему пойдут на амнистию для нелегалов что получит в ответ неизвестно это пока слухи но кто знает кто знает то вот это вот молчание скотта но кажется таким не очень хорошим и достаточно удручающе и если мы с вами отвлечемся от байдена и его обращение к конгрессу и посмотрим на то как за эти сто дней что предлагают консервативная оппозиция то как-то тоже можно отметить моменты положительные можно отметить то что в штатах есть попытки пресечь прежде всего вот эти вот нынешние лгбтшный разгул да с трансгендерами есть решение кларенса томаса который может нам пригодится всем в борьбе с цензурой в соцсетях есть какая-то готовность республиканских законодателей на местах систему выборов предпринимать укреплять наконец есть рон де сантис да раз кристи новым сейчас отошла на второй план но сама виновата который и собирается с выборами тоже укреплять систему голосования чтобы не было никаких жульничеств с ковида бесием сражается с теорией критической расы и что самое главное не только сам это делает и через законы то да вроде бы есть но как-то возможно у меня до аппетиты чрезмерные но мало посмотрите на калифорнию где есть возможность открыли взять ее отбить у демократов знаете прошло голосование и губернатора ньюсома его будут досрочные перевыборы но у меня такое впечатление что республиканцы не тоже смирились тем что калифорния потеряна навсегда а не то наоборот так уверены что ньюсом проиграет что особенно и не усердствует потому что кандидаты там но есть до коуси личность достойной конгрессмену давным-давно еще в начале века он и там в конгрессе он себя показал хорошо но хватит ли у него силы победить на выборах у меня большие сомнения хотя первые пункты его программы вроде достаточно разумные в частности защита полиции кевин фолконер бывший мэр сан-диего но что-то он там хочет делать в смысле налогов вроде бы консервативная но в целом либерал абсолютные и амнистия для нелегалов и лгбт на здоровье джон кокс бизнесмен его вообще не поймешь что он был против стены тон за стену то он против трампа то он за трампа кем будет губернатором непонятно и едва ли не самой адекватной кандидаткой выглядит вообще бывшая порно звезда мэри керри который будет как независимая проходить у нее хоть понятно она собирается что-то говорит о поддержке малого бизнеса и а большей независимости от вашингтона не но если большая порно звезда оказывается самой адекватной кандидаткой в калифорнии то это конечно показатель что из себя представляет штат рейгана но тем не менее да еще и кэтлин дженнер мы над ней посмеивались и в общем правильно а это этот или это я не знаю человек неясного пола по крайней мере он она она будем уж так говорить тоже идет от республиканцев но тоже заявляет что будет защищать женские виды спорта и как и в случае с тимом скоттом нам теперь рассказывать что реальный транс дженнер ничего не понимает в трансах и так далее и тому подобное но вообще-то конечно если от республиканцев пройдет дженнер и вдруг пройдет еще мэри керри то это будет очень смешно что окажется что порно звезда и транс представляют консервативную философию гораздо лучше всех остальных и кстати потенциальный фаворит если он включится в эту гонку а это гринел нам хорошо знакомый но про его ориентацию я не буду лишний раз говорить но это тоже вы все помните это конечно придаст калифорнийским выборам ну совершенно сюрреалистический оттенок но с другой стороны почему нет черных консерваторов нет мы все знаем и уважаем значит пришла пора геев консерваторов и транс консерваторов я уж не знаю как на это реагировать на это факт вирджинии тоже намечают выборы посмотрим что и как и там есть колоритнейший аманда чейс сенатор местного местного сената который называет трамп на каблуках и которая участвовала в демонстрации то есть самые 6 января кстати сказать но уже даже круз стремится поддержать совсем другого человека в вирджинии это янкина такого бизнесмена вроде бы он благообразный но по моему уж слишком благообразный бизнесмен в общем посмотрим что и как со стороны байдона повторяю мы ничего с вами не увидели того чего бы мы не ожидали а вот то что надо ему активнее противостоять и то что у республиканцев нужна более четкая система как ему как отбиваться от его байдена политики здесь у меня вопросы остаются и что и как будет дальше мы конечно будем смотреть следить так далее и если вдруг в калифорнии что-то сложится удачно если десантис продолжит свое восхождение то конечно же дает бог верите вы или не верите но всегда надо сохранять скептицизм и если не пессимизм то готовится в любом случае к наихудшему варианту но надеяться на лучшее конечно что нам еще остается здесь все молкну если сергей что-то добавить с удовольствием передам ему слово ну вообще печальное ощущение после выступления байдена и последующих после 100 дней последующих его встреч там ралли выступлений по телевидению живьем то есть за этот короткий промежуток времени что у них в руках но во всяком случае мы так надеемся те кто не потерял надежду что в 2022 году возможно что-то изменится в конгрессе хотя честно говоря я смотрю на местные на локальные выборы я уж вам рассказывал вкратце вот скажем у нас в норсбурге здесь 6 апреля но не только в норсбурге состоялись местные выборы выбирали в городские советы президентов городских советов и так далее вот в частности в норсбурге скажем трости которые представляли там члены городского совета которые представляли пар правое крыло многие из них по нескольку лет уже в совет входили избирались по нескольку раз на несколько сроков так вот 6 апреля были выборы и в принципе при подсчете голосов как бы вот эти люди которые представляют правое крыло они побеждали то есть подсчет показывал что вроде они идут впереди потом вдруг как мне рассказали да поделились со мной инсайдерской информации вдруг компьютеры отказались работать и в течение по моему трех часов не работали после того как работа компьютеров была восстановлена выяснилось что все леваки победили все те кто представляет правое крыло проиграли и вот мне интересно ведь в первые же месяцы жители славного города норсбурга на своей собственной шкуре ощутили все прелести правление вице-председателя и демократической партии и неужели вот скажем повышение налогов повышение цен на все абсолютно повышение понижение уровня жизни повышение стоимости жизни так сказалось на их сознание что они хотят этого еще больше и поэтому в большем количестве проголосовали за подобный курс за курс на полную социализацию то есть у меня это вызывает вопросы или народ славного города ножбы к и не только кстати вдруг настолько отупел что чем хуже тем лучше либо сработали какие-то другие механизмы которые которые вселяют такую пессимистическую нотку в ожидании выборов 22 года то есть если выборы фальсифицируются вот таким образом то рассчитывать на то что республиканцы победят на выборах 22 года не приходится кстати андрей ларионов в одной из наших программ как раз об этом сказал что он не видит никаких перспектив но это слишком пессимистичный взгляд что не видит никаких перспектив для республиканской партии поскольку выборы фальсифицируются и никаких последствий нет но с другой стороны вот в аризоне в частности мне очень хочется верить что там доведут до конца дело хотя всевозможные леворадикальные группы требуют чтобы уже и верховный суд вмешался и генеральная прокуратура вмешалась в процесс аудиторской проверки этих выборов и вдова маккейна тут же сказать высказалась по этому поводу очень негативно в отношении республиканцев которые намерены привести до конца аудиторскую проверку не знаю не знаю но если дальше так пойдет то то как бы я не знаю что сможет остановить америку от сползания в состоянии южной америки о южной африке простите то что произошло там или южной родезии была себе страна мировая общественность возмущалась белые там так значит командует белых бедных африканцев притесняют и что сейчас происходит в южной родезии которые сегодня называются зимбабве неужели вот жители норсбурга если действительно они проголосовали в большинстве своем за эту партию я имею ввиду партию которая называет себя демократической неужели они не понимают к чему это может привести или понимают но они думают что их это не коснется честно говоря печально все это наблюдать хотя уже сегодня видно для тех кто приехал сюда 20 30 40 лет назад все люди понимают что страна изменилась коренным образом любая проблема какая бы проблема ни на леса даже не проблема какой-то аксидент или что-то и этому всему придается расовый окрас все весь упор делается на 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 расовое угнетение меньшинства там в массачусетсе там против в свое время как против моргичных компаний против банков были возбуждены дела по поводу сап прайма сап моргич из так называемых вот то же самое сейчас происходит в отношении компании которые перекупают лист потому что люди не в состоянии платить лист поскольку потеряли работу спасибо демократам есть компании которые под более вас до 68 процентов доходит интересную сейчас генеральный прокурор как бы проводит расследование этого штата против этих компаний и выступая по телевидению она опять заявила что вот в этой проблемы есть расовый окрас потому что в большинстве своем пострадали майноритис то есть недобросовестные финансовые компании страдают расизмом и специально целенаправленно атакуют афроамериканцев вот такими с обморгича с облонами удивительные вещи то есть любой проблеме любой неприятности придается расовый окрас и это наталкивает меня на печальные размышления что мы идем по пути южной африки когда обмировая общественность осуждала белых которые притесняют черных и в итоге мы получили то что вернее они получили то что имеют вот примерно такие мысли возникают у меня в голове давайте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся продолжим если будут вопросы пожалуйста 847 400 5 2 0 0 но уже после рекламной паузы возвращаемся в программу часа вы она денисова телефон в студии 847 400 5 2 0 0 если вот прямо сейчас наберете номер телефона и вас если у вас есть вопросы конечно то мы примем ваш звонок поскольку мы намерены перейти к следующей теме тоже связанные со столетием но только несколько в иной стране и более может быть позитивно по мнению его на всяком случае давайте тогда северной ирландии да совершенно верно в этот год вы помните каждый месяц вам рассказывают что-то про северную ирландию так как год столетия и сегодня у нас вообще мы выходим в эфир вот 3 мая это день столетия северной ирландии вот такое вот совпадение точно день в день сейчас я вас всех и поздравляю кстати говоря то чтобы настроение вам немного поднять я же вам рассказывал что ольстерсцы ольстерские шотландцы ирландские шотландцы как угодно их называйте они во многом американский национальный характер и создавали и на 90 процентов все лучшее что есть в американском национальном характере но может 8 на 80 пришло как раз из ольстера но вот так получилось что те ольстерцы кто остался в старом свете им приходилось не очень-то легко и пример того как они добились того что остались в составе королевства то есть получиться от стояли свои права это пример того что часто нежелание поддаваться на давление она все-таки себя оправдывает и они вот оказались между американской независимостью и израильской кстати говоря недаром с этими странами они сильно связаны и хотя казалось бы они вроде бы не за независимостью за то чтобы остаться в составе соединенного королевства но для них это было что-то вроде независимости потому что я напомню вам представители населявшие в основном ольстер а ольстер это девять район ирландии представляющий собой девять графств так вот в основном это были шотландцы люди весьма своеобразные которые своих защищают чужих недолюбливают но в принципе миролюбивы однако если разозлятся что мало никому не покажется они были заселены в ирландию чтобы противостоять европейским силам которые через своих католических союзников готовы были там либо завоевать королевство либо еще как-то на него оказывать давление учитывая что ирландии такое вот положение и обосновались они как я уже сказал в основном на севере ирландии преимущественно это были люди рабочие капиталисты в лучшем смысле этого слова какая-то знать шотландская и все что они хотели это чтобы их оставили в покое они работают они никого не трогают не надо нас трогать и когда ирландцы стали со второй половины девятнадцатого века требовать себе автономии так называемый гомруль то ольстердцы и их представители которые к счастью нашлись в правительстве в парламенте они этому начали противостоять первая попытка такая серьезная предпринималась в тысяча восемьсот восемь восемь шестом году еще но закона о гомруле был провален и тогда один из главных его противников ирландский юнионист полковник сондерсон произнес в парламенте знаменитую фразу не смейте приезжать в белфаст и пытаться смеяться над лоялистами а и тогда рэндалф черчилль произнес свою знаменитую речь которая наверно так и осталась у него самой знаменитой да тот самый который папа у инстона следующая попытка была в девяносто третьем году с 1893 и снова она не прошла а вот в начале века двадцатого где-то в году в двенадцатом была предпринята последняя и самая такая активная попытка наделить ирландию автономии почти независимостью когда стало понятно что дела серьезные и ольстер собираются предать элементарно то есть преданных королю и флагу британскому людей хотят бросить на произвол судьбы и отдать их в ирландию где другие правила потому что ирландия преимущественно католическая страна где другой на самом деле хотя живут рядом но принципиально другие другие другая культура даже кстати когда нам говорят об открытых границах между сша и мексикой то это вам подтверждение того что страны которые люди которые живут рядом могут очень сильно отличаться и пример северной ирландии ирландии как раз такой и ольстер был готов на все чтобы остаться в соединенном королевстве по тому принципу что не надо нас трогать просто-напросто к счастью опять появились лидеры это прежде всего карсон и крейк и он про них рассказывал не буду повторяться и к счастью лидер тогдашней оппозиции консерваторы андрю бонерлоу он тоже был родом из ульстера и он прекрасно понимал что происходит а именно если будет насильственное присоединение северной ирландии то есть тогда еще просто ульстера к общей ирландии то это будет гражданская война очень серьезная это будет дестабилизация для всей страны потому что это гражданская война может воспользоваться абсолютно кто захочет и как будут последствия вообще непонятно поэтому бонерлоу встал на сторону юнионистов ольстерских и когда он приехал туда в двенадцатом году то он был так потрясен встречей потому что я говорю вам люди из ульстера не союзников ценят что произнес знаменитую фразу если вы так встречаете своих друзей я счастлив что я не ваш враг для сравнения когда черчилль туда приезжал уже младший и младший черчилль как на тот момент со своим отцом разошелся и был сторонником того что от ирландии надо отделаться вот черчилль оттуда или ноги унес на самом деле и суровые юнионисты готовы были нанести ему ряд телесных повреждений и спасло черчилля то что с ним рядом была жена ольстерцы джентльмены и увидев миссис черчилль был брошен клич там женщина не трогаем его и черчилль оставили в покое потом когда черчилль уже стал другом северной ирландии он им стал и выступая там его не допустили тогда в местный городской зал сити холл когда он там выступал уже через много лет он сказал ну наконец-то я здесь признаюсь честно к вам было трудно попасть но это будет позже а пока казалось что ольстер брошен всеми с одной стороны ирландцы с другой стороны британское правительство которое хочет ими пожертвовать и тогда стали готовиться к вооруженному сопротивлению против как ирландии так и британской армии эта ситуация совершенно безумно так оно и есть это представьте себе тот образ который часто используется я его повторю как если бы гражданская война велась не для того чтобы южные штаты сохранить а чтобы наоборот они отделились тем не менее британское правительство было готово подавлять силой восстание тех кто хочет поддерживать британское правительство представьте себе безумие ситуации но так оно и был ольстерцы говорили так мы за британию мы готовы поддержать флаг мы готовы сражаться за него но если нас заставят делать то чего мы не хотим то что мы это мы за это не голосовали мы за это не выступали нам наплевать на ирландцев пусть они отделяются на здоровье оставьте нас в покое так вот если нам нас не хотят оставить в покое мы будем отбиваться даже если нам придется сопротивостоять британской армии которую мы любим и уважаем мы будем сражаться и клич но серендер давний еще 17 века снова был брошен пошли по поставки оружия в 12 году был подписан ольстерский договор о том что ольстер не будет признавать этот самый гомруль и действительно были созданы добровольческие силы ольстера ольстер готов был сражаться опять забегаем вперед когда карсон главу юнионистов кстати даже не из ульстера родом из дублина потом спросили а что бы было если бы его арестовали потому что британское правительство конечно же собиралось это делать он ответил очень просто я бы суду сказал да я виновен я виновен в том что я горжусь своим флагом я горжусь тем что я рожден в британии и я готов да бунтовать и сражаться за то чтобы свой флаг и свое право рождения защищать и что бы тогда судьи со мной сделали никто ему не мог ответить и британское правительство понимало что арест карсона и крейга сделает его мучеником поэтому его не трогали и хотя этот самый закон о гомруле все таки был принят однако тут случилась война и как и следовало ожидать вот эти вот самые добровольческие силы Ольстера они отправились воевать за свою страну понесли очень большие потери кстати на полях Первой мировой то Ольстерская дивизия она это до сих пор остается образцом храбрости и готовности пожертвовать собой ирландцы справедливости ради тоже многие отправились туда однако пока Ольстер и разумные ирландцы воевали за свою страну в шестнадцатом году случилось так называемое пасхальное восстание когда ирландские партизаны устроили в стране настоящий беспорядок городские шли бои в городах немцы там тоже приложили руку да ничего не могу сказать но тут ирландцы сами молодцы там порядка трехсот человек погибло то есть действительно это было серьезно и когда война закончилась то в Ирландии началась настоящая гражданская война она пафосно называлась война за независимость но это было типично такие партизанские террористические действия нацеленные на независимость и в такой ситуации глядя на то что понятное дело что с Ирландией надо завязывать но что делать с Ольстером предпринимались самые разные попытки и самые разные идеи как Ольстера привести или сохранить в составе королевство или пожертвовать им но с наименьшими при этом потерями то ли отдать Ольстер весь а четыре графства сохранить то ли отдать Ольстер весь но позволить ему шесть что ли лет пользоваться какими-то правами и привилегиями жителей Соединенного королевства но в конечном итоге действия политиков то что Ольстер вот этот вот кризис двенадцатого четырнадцатого года показал свою готовность стоять на своем и защищать свое и знаменитая реплика Джеймса Крейга Ольстер наш свое мы не отдадим никому они все-таки вразумили политиков и в результате было решено шесть графств Ольстера остаются в составе королевства а Ирландия пусть отделяется уже и делает все что хочет и в декабре двадцатого года был принят закон о правительстве Ирландии или как его еще называют четвертый гомруль напомню первый уже не буду повторять ладно чтобы время не терять и согласно вот этому самому новому закону действительно есть Ирландия есть Северная Ирландия вступил в силу этот закон третьего мая две тысяча девятьсот двадцать первого года то есть как раз как я вам уже и сказал ровно сто лет назад и символ который потом стал и флагом это красная рука красная рука это символ тоже покровителей Ольстера долго не буду сейчас рассказывать много версий откуда он произошел потом шестиконечная звезда тоже много разных версий от того что ольстерцы потерянное племя Израилева до того что шесть графств значит шесть концов и Северная Ирландия то есть шесть графств Ольстера осталась в составе королевства но на своих особых правах дальше то что происходило ну вы примерно знаете я вам рассказывал Северная Ирландия стала самым оплотом можно сказать британского консерватизма ольстерские шотландцы те кто остался в Северной Ирландии всегда были консервативными остаются им по сей день ольстер хорошо Северная Ирландия это то место где всегда даже сейчас тоже там были разные дела и проблемы о которых мы еще с вами поговорим ольстер и Северная Ирландия всегда управлялся правыми всегда голосовали за правых но к сожалению спокойствие ольстер не дождался так как хотя смысл был в том что все получили вы свою Ирландию оставьте нас в покое опять он не оправдался и террористические действия со стороны Шенфейн или ирландская партия левая нацеленная на единую Ирландию и террористическое ее крыло ирландская республиканская армия о чем он тоже вам говорил это увы не прекращалось и Северная Ирландия была объектом постоянных террористических атак и регулярного презрения со стороны Лондона увы в Лондоне даже лучшие премьеры так и не поняли какие у них союзники в Северной Ирландии но вот в таких условиях когда их предают и о них забывают их расстреливают их взрывают Северная Ирландия сто лет держится Североирландцы известны своим юмором своим сленгом своими незаурядными людьми пусть большая часть их как нам кажется уехала в Америку и ольстерские шотландцы в Америке это особая статья и поэтому слава богу какие усилия как Лондон с ними дурно обходился я вам еще расскажу как американская внешняя политика увы в смысле Северной Ирландии хромала на обе ноги и более того по отношению штатов к Северной Ирландии можно все абсолютно ошибки американской внешней политики выявить об этом мы поговорим кстати в следующей то есть в июньской нашей североирландской страничке но то что вот при всем при этом Северная Ирландия остается Северной Ирландии они любят Америку в основном хотя они очень любят но здесь мы их можем понять они как я вам рассказывал дружные с Израилем они остаются собой мы с вами должны признать что эти сто лет это удача удача для людей которые гордятся своей культурой удача для людей которые готовы защищать ее даже с оружием в руках и даже казалось бы от своего правительства если они считают что правительство их предает и предает основы своей системы это пример положительный для всех нас правые силы если они сочетаются с ольстерским характером всегда могут победить здоровый ольстерский рабочий консерватизм держится с трудом его опять предают сейчас но он держится и та знаменитая речь Черчилля которую я возвращаюсь она своей актуальность чуть не утратила а Черчилль в том далеком 1886 году сказал ольстер будет сражаться ольстер будет прав и ольстер выйдет из любой борьбы победителем потому что те качества которые представляют жители ольстера мы жители Британии мы их понимаем и поддерживаем и я уверен эти же качества будут встречать только восхищение и одобрение у всех жителей свободных и цивилизованных стран я думаю что хотя Черчилль старший был ну не такой яркий оратор как его сын но мы с Рэндольфом здесь согласимся Северная Ирландия хороший пример для всех нас поэтому давайте сегодня поздравим их я вас всех призывал туда по возможности поехать но не знаю там до сих пор к сожалению есть эти дурацкие ограничения ковидные и я не уверен что их снимут этим летом но не этим так следующим будем надеяться что все таки рано или поздно все это снимут и мы с вами так или иначе это место посетим как я думаю я вас сумел убедить североирландцы заслуживают нашей дружбы а повторяю и напоминаю вам еще раз они своих друзей помнят не забывают и за вас готовы заступиться поэтому чтобы вам закончить уже совсем еще одна история я не очень люблю столкновения с полицией но это очень характерная история для Ольстера когда был была вот возможность что им навяжут гамруль одна из демонстраций закончилась столкновение с полицией как раз и обычный житель Ольстера идя по улице увидел что его друг дерется с полицейским и побежал ему на помощь со словами там приятель я бегу держи его я тебе помогу на что приятель сказал нечего этого полицейского поймал я я с ним и буду разбираться а ты иди лови себе другого ольстерцы придут вам на помощь всегда и ольстерцы всегда готовы повторяю драться за свое поэтому такие союзники нам всем нужны а полицию они на самом деле уважают поверьте мне об ольстерской полиции у нас отдельный разговор здесь я умолкну всех вас еще раз с юбилеем если у нас есть какие-то звонки или еще что-то я с удовольствием Сергею передам слово давайте напомню номер телефона были звонки мне не хотелось вас прерывать я просил радиослушателя обратиться уже к концу передачи 847-400-5200 если по-прежнему остались вопросы еще пару минут времени есть короткий вопрос короткий ответ мы можем сыграть в эту игру действительно не хотелось прерывать потому что ну как правило когда посреди темы какой-то останавливаешь а вопрос касается предыдущей темы не очень здорово звучит а я полагаю так что люди которые пытались дозвониться они как раз у них были вопросы связанные с первыми стами дней днями зиц председателя и его администрации потому что ну у здравомыслящих людей наверняка есть куча вопросов но как это может быть что вот вот так меняется на глазах страна вот так понижается уровень жизни американцев и при этом он рассказывает сказки вот я послушал кусочек его выступления сегодня который происходит он говорит о том что не мы в отличии от предыдущей администрации дефицит бюджета не увеличиваем я у меня это в голове не укладывается ведь наивные люди полагают что действительно так у нас около пяти триллионов бюджет будет запланирован и порядка шести триллионов зацепредседатель намечен потратить на свои коммунистические идеи и того будет потрачено 11 триллионов в казну соберем денег ну от силы там 3 триллиона долларов денег да извините я тут тоже оставаюсь в образе я вам процитирую вердикт был такой ольстерский юнионистский союз это 48 кажется год мы считаем и продолжаем считать что социализм во всех проявлениях есть явление полностью чуждое духу и народу ольстера вот тоже стоит это вспомнить нам сегодня и рейган заявлял об идеологии о коммунистической идеологии он говорит он ирландец но у него тоже там ольстерская кровь немного есть что коммунистическая идеология противоречит на человеческой природе и никогда она так сказать не реализуется и народ и люди поймут что это все утопия но когда это и она со временем исчезнет но когда это произойдет и сколько бед этой идеологии еще сможет принести народом никто не знает к сожалению действительно так иван огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо до встречи и до встречи в следующей и до встречи в следующей субтитры и до встречи в следующей